И так она воняет. Прямо включаем свет и давим наши прыщи, если ваш любимый человек любит подоминировать. Вот, и привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будут очередные женские штучки. Очень много всего интересного есть на Алиэкспресс, и я всё это заказываю и тестирую, и показываю вам. И вместе с вами тестирую. И первое, что я хочу показать, это вот такая, кстати, футболочка на мне, чтобы я про неё не забыла, потому что я могу. Она очень классная, очень... у меня всё начинается со слов классная, если мне нравится, кто-то не заметил. Да, она действительно классная, из классного материала. В общем, это хлопок, она простая, свободненькая, беленькая. По-моему, я не С-ку заказывала, а М-ку, чтобы она более свободно лежала на мне. Знаете, такая вот, как... сейчас покажу. Вот такая. Здесь у неё чёрные акцентики, то есть, чтобы не совсем была простая, знаете, а с какими-то интересными акцентами. Да, вот, снимаю для вас видео. Это всё я брала на Алиэкспресс к тем же футболкам из прошлого видео, вот дошла эта футболка ещё. Это всё для того, чтобы всё время у вас был разный вид меня. Ну и сама я люблю во всём разном быть. Поехали дальше. Дальше я взяла вот такую, смотрите, интересную вешалку. У меня, так как небольшие габариты квартиры, и одна из самых больших проблем в моей квартире, это бы найти место и как-нибудь компактно всё сложить. Я увидела вот такую вешалку, мне она очень понравилась. Она вот так вот вешается. На неё вешаются вешалки. Вот таким образом. Сколько слова вешать? Вот, одевается одежда. Это всё вешается на трубу. И после того, как мы повесили раз, два, три, четыре, пять вешалок, мы просто одну отпускаем. И они начинают висеть таким образом. Мне кажется, штучка эта очень удобная, действительно экономит место. Особенно для вешалок, которые не вот такие тонкие, как у меня, а такие толстые ещё есть. Всё-таки, когда ты вешаешь вещь какую-то, вот здесь она становится больше, нежели внизу. И если вот больше, тут больше, больше, вы поняли, да? Она всё равно экономит место. Единственное, что вниз тогда, у меня просто внизу, например, ещё в шкафу, лежат вещи. И слишком низко, чтобы это всё было, как длинное платье, не получится. Но пару-тройку футболок так сложить, я думаю, это будет намного интереснее и легче будет найти так вещи. Дальше одно из моих покупок это лысина! Девчонки, признаюсь, честно, хотела, короче, снять для вас видео такое, знаете, типа, я лысая, подстриглась, искала эту лысину, нигде не могла найти, нашла на Алиэкспресс, стоит она вообще ещё не дёшево, ну просто вот выброс денег. Я взяла какую-то дебильную лысину. Она вообще отличается по цвету, то есть, я не знаю, даже если делать макияж, это, наверное, какой-то жёсткий макияж получится. Ну, типа, что я лысая. Думаю, сделаю на заставку такая, типа, я лысая. Поверят, испугаются. Будут испытывать интересные эмоции. Но это больше похоже на какую-то шапочку, честно говоря, просто для плавания. И она не держится так, и вообще, короче, в общем, лысина, в общем, неудачная моя покупка, но я хочу, чтобы вы знали, что её видите постоянно гениатрадей. Мне хочется что-то сделать для вас смешное, весёлое, необычное. И я думала, что это будет как раз-таки интересно посмотреть. Вы знаете, кто любит там меняться, кто-то, может, идея есть на лысо подстричься. Хочет, а не может. Тут раз взял, купил лысину, посмотрел на свой череп со стороны. Ну, я думаю, у меня неплохой череп, в принципе. Но, к сожалению, с помощью этой лысины я не смогу посмотреть на него. И так она воняет. Следующая покупочка моя очень интересная. Я её уже где-то показывала. Это вот такое зеркало-зеркало, зеркало-зеркало-зеркало, зеркало-зеркало, трюмо. Раз, два и три. Та-дам! С подсветкой. Очень красивая. Действительно, видите, как она делает свет мне? Очень красивая. И эта покупка, она на самом деле... Ой, сердечки, вы видели? Это сердечки. Так мило! Мне с этой покупкой очень удобно, на самом деле. Зеркало здесь очень хорошее и качественное. Мне с этой покупкой удобно, потому что она работает от двух батареек круглых. Таких, не маленьких, больших. И у неё есть подставка, то есть можно её ставить. Зеркало очень удобное, особенно ночью, если вдруг что-то вскочило, чтобы не включать свет. И зеркало рядом должно быть. Это не всегда всё получается. И просто мы открываем нашу трюмо, включаем свет и давим наш прыщик. Хотя сегодня мой косметолог сказал, мне их ни в коем случае не давить. Нужно ждать, пока они подсохнут. Пока будет головка жёлтенькая. И только потом... Короче, лучше их сушить и вообще лучше их не давить. В общем, вот такое зеркало хорошее. Дальше я приобрела вот такие интересные штуки. Это для ног. Для наших девочек ножичек силиконовые. Это если у кого-то, знаете, как я понимаю, на топтыши такие, на ногах. Мы просто это одеваем. Вот представьте, нога. Мы одеваем это на средний пальчик. Или на указательный, кому как удобно. И вот это место, где обычно мы ходим в каблучках, оно бывает очень давит. Оно оказывается под силиконом. Силикон этот очень-очень мягенький. Я думаю, что благодаря ему, я ещё не пробовала, но мы сможем дольше ходить на каблуках. У меня, ну, как бы, есть каблуки, и я в них очень сильно устаю, потому что в основном я не хожу на каблуках. У меня либо кроссовки, либо кроссовки на завышенном таком, на платформе, чтобы было удобно. Но я себе взяла их и не пожалела. Они очень классные. Вот, силикон очень мягкий. Я думаю, что будет замечательно. Дальше. Дальше я взяла себе перчатки. Помните, я покупала перчатки в мармелад. Да, я люблю называть не мармелад, а мармелад. Да, лишний раз повторяю, чтобы не мучились девчонки. Я взяла вот такие перчатки, ещё серенькие. Они более тёплые. И они, смотрите, с пупырышками. Вот что очень важно с этими перчатками, которые те я взяла. Из них всё время выскальзывал телефон. И даже сейчас я взяла себе чехол, такой антискользяшка. Всё равно. А здесь, получается, они сенсорные, более тёплые. Какой-то начосик внутри здесь даже есть. И они антискользяшки. Это вообще супер. Я заказала все такие и чёрные, и серые. Но чёрные не пришли. Серые пришли довольно быстро. Смотрите, классные. И надо сейчас проверить, работает ли сенсор. Итак, берём наш телефончик. Включаем. Ой! Ой! Всё работает! Всё работает! Класс! Тын-тын! Мне очень нравится. Вообще удивительно, да, что толстый слой перчатки и работает сенсор. Классно! И действительно всё. Теперь он крепко держится у меня и не выскользнет. Потому что очень печально. Особенно, когда у нас были съёмки в горах. Это было вообще неудобно. Я всё время боялась за то, что вот-вот выскользнет у меня что-то. Поэтому, если вы часто пользуетесь телефоном, такие перчатки, это самое то. Цветов там много. Разных рисунков. Но я взяла как бы под всё. Такое чёрные, серые, по-моему, двое. Вот чёрные жду ещё. Потом покажу их, какие они пришли. Потому что, по-моему, это разные магазины. Далее я уже давно покупала. Тоже хотела об этом сказать. Очень классно для фотосессии, для всего. Я, кстати, подружка узнала, что у меня такие есть. Она сразу захотела их себе. Я сказала, что я их подарю. Вот такие ушки для девочек. Мне кажется, они такие милые. Я уже покупала их давно. И показывала давно. Но я решила, что нужно напомнить об этом. Потому что они действительно классные. И это истинно женская штучка. Помню, что у меня здесь... Ага. Нужно было поправить всё, чтобы было классно. Короче, здесь нужно поправлять так, чтобы было классно, одинаково всё. Вот такие ушки. Как вам? Мне кажется, очень классный образ для фотосессии. Или вообще мужчину своего удивить. Представляете? Вот такая в ушках, в белье. Это же круто. Поэтому есть вот такие штучки на Алиэкспресс. Тоже стоят недорого. Эти ушки можно делать по-разному. Можно быть таким зайкой испуганным, например. Если ваш любимый человек любит подоминировать. А можно сделать наоборот такой заигрывающий. В общем, можно по-разному делать. И просто надо здесь немного поправить. И всё. Вот такие ушки. Я их когда-то купила. И безумно довольна. И обязательно должна с ними сделать классную фотосессию. Может они мне пригодятся для какого-нибудь моего видеоклипа. Просто ткань такая вот интересная. Здесь проволочки и ободочек. Всё очень круто сделано. Такая женская штучка. И наконец-таки мы пришли к самому интересному. Что мне очень хотелось проверить. Это, короче, для тех, кто не умеет красить ногти. Я вам даже скажу, что одна из моих подружек. Она не умела красить ногти. И один раз она накрасила красным цветом ногти. Вот так пришла ко мне и говорит. Ну как? А я вижу, что у неё вся кутикула замазана этим цветом. Я говорю, вообще-то так не красят. А она никогда не красила до этого? Ну не было. Я говорю, нужно красить очень аккуратно, чтобы не задеть кутикулу. Многие делают, знаете, тоже красят тяпля, потом палочками вытирают. Или специальные есть такие карандаши, в которых есть жидкость для снятия лака и тоже вытирают. Но особенно если мы красным пользуемся, то тоже это трёшь-трёшь. Всё это видно, поэтому нужно красить аккуратно. Что я нашла? Вот такое ноу-хау. Ну может это не ноу-хау, но для меня ноу-хау. Я лично этого не видела. Есть такие классные штуки. Вот так оно выглядит. Вот, пластмассовая. И просто она одевается на ноготь. Подождите, это какой-то большой. Давайте. Ну здесь очень много размеров, мы можем найти прям по размеру. Да. Оно одевается прям плотно-плотно на ноготь. Во. Хотя здесь три написано. Как раз таки это третий ноготь, да? Вот он. Вот так вот это выглядит. И мы просто красим ноготь вообще как хотим. Ну единственное, что вот здесь, да? Вот здесь не выходить стараться. А по бокам можно выходить, мазать в разные стороны. И сейчас мы давайте проверим. Для того, чтобы это было видно как следует, я взяла, естественно, красный цвет. Сейчас мы им накрасим. То есть я реально не буду даже следить за тем. Вот я представляю, что человек вообще без руки. И он не может конкретно... Ой, только не упади, пожалуйста. И он не может конкретно нанести это все ровно. Поэтому я сейчас прям буду неровно специально наносить. И вот он, допустим, не может распределить, сколько брать на кисточку. Вот так прям мажем. Ну здесь я возьму ровненько, да? А здесь по бокам неровненько. Вот так. Теперь надо подождать, пока подсохнет. И что же будет? Ну это вообще... И они, да, здесь разные. Их тут 20 штук, как я понимаю. Еще какие-то здесь наклейки. Вот. И они под разные ноготь. То есть вот у меня вот здесь вот это под большой ноготь. Это, по-моему, даже под ноги. Вот на ногах, кстати, неудобно бывает красить. На ноги это будет отлично. Так, и это какой? Нет. Это указательный. То есть он прям четко садится. Хотя тут написано 4. Но ногти у всех разные, я понимаю. Но я думаю, что здесь сделали так, чтобы... Под все ногти. Вот мизинчик мой. У меня такой тоненький мизинчик. Вообще идеально подходит под мизинчик. Супер все. И оно прям зажимает по бокам плотненько. Вот мне интересно только, насколько пространство останется там. Так, безымянный остался один у меня. Без пары. Безымянный, без пары. Остался 2 и 1. Они так похожи. Как будто это мизинчик. Короче, вот так. Итак, это я снимаю. Все, в общем, все подходит. Все достаточно. Ой, остаются такие небольшие следы, полосочки. Ну ничего, они быстро сойдут. Теперь у нас все высохло. Мы снимаем эту штучку. Немножко зашло у меня. Смотрите. Вот здесь зашло штук. А тут идеально. Короче, это я слишком, знаете... Это я слишком фиганула так кисточкой. Но я думаю, если делать это реально, ну как бы стараться делать аккуратно, да, то будет достаточно ровненько все. Ну, в общем, эти штучки, конечно, интересные для детей, для девчонок, которые только учатся. Мне кажется, можно было бы. Хотя, не знаю. Ну, в общем, приколюха такая. В общем, все. Все женские штучки на сегодня закончены. Я жду еще много всяких интересных вещей, которых я даже и не представляла, что такое бывает и что такое нужно. И мне интересно просто это использовать, проверить, как это. Так что я жду еще впереди много интересных женских штучек. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Не пропустите эти видео. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Лайк, подписка обязательно. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok